Работы окончены, а их результат ежедневно видят сотни автомобилистов Усолья-Сибирского. Теперь на двух городских перекрёстках им абсолютно не обязательно смотреть на спидометр своего автомобиля. Почему, расскажем прямо сейчас. Цифры на знаке стали красными, значит, стоит нажать на тормоз. Индикаторы скорости на расстоянии появились в Усолье-Сибирском. Эксперимент проводится на двух перекрёстках. Один из них в районе пешеходного перехода, где действует ограничение 40 км в час. Стоит автомобилисту прибавить скорость даже до 41-го. Зелёные цифры краснеют. В такой зоне находится то, что тебе надо вроде бы смотреть и на пешехода, да, и пешеход слева-справа, и машины, и движение. И ты можешь на свой спидометр просто не смотреть. А тут тебе как бы раз, перед лицом, и ты всё видишь. Правда, обращать внимание на эти знаки или нет, личное дело каждого. Здесь исключительно вопрос совести. Поскольку такие знаки обратной связи с водителями только показывают скорость, они не фиксируют её на фото или видео и не отправляют данные в ГИБДД. Тем не менее, именно на эту систему надеются дорожники. Перекрёстки для эксперимента выбирали на основе сводок о происшествиях от инспекторов. Мы их ставим на аварийно-опасных участках. Там, где действительно большой поток пешеходов, большой поток автомобильного транспорта. Поэтому, чтобы избежать ДТП, избежать наездов. Потому что по наездам на пешеходы к городу Солисибирск очень нам большой процент даёт. Правда, чтобы оценить результаты, потребуется время, как минимум, несколько месяцев. Главное, чтобы система не дала сбой. Всё оборудование произведено в Иркутске. Знаки абсолютно автономны, не зависят от электроснабжения. Питаются от солнечных батарей. Все эти приборы довольно дорогостоящие. А значит, сейчас основная головная боль хозяев этих знаков – вандалы. Впрочем, дорожники надеются, что любители ломать и курочить до важного оборудования всё-таки не доберутся. Надежда Казакова. Новости по будням.